С какими осуждениями, и это мое мнение, вы столкнетесь, если в вашем гардеробе будут следующие вещи. Всем привет! Меня зовут Лиса. Всех нас с вами объединяют множество вещей. Например, мы все носим одежду. И люди, которые предпочитают одежду ногой фигуры, делятся на три лагеря. Первые следят за трендами и по мере возможности в них облачаются. Вторые не следят, или следят, но им пофиг. И третья категория – это категория критиков, у которых есть собственное мнение, и которое они, конечно же, никому не навязывают. Просто они любят говорить людям о том, что их одежда такое себе, и вешать ярлыки на людей, исходя из их внешнего вида. Таким персонажам очень важно унижать людей за их стиль, за их внешность. Ой, это Чокер? А у тебя что? Розовый пояс по возвратно-поступательным движениям на уровне рта? Ты вообще думаешь своей головой, когда такое носишь? Тебе не 10 лет, а целых 20. Иди рожай детей, старая тварь. Ты же понимаешь, что у тебя целлюлит, и тебе нельзя носить такие шорты. Сегодня я хочу обратить внимание на такую важную проблему, как антитренды и тренды, которые всех бесят. Наверняка вы знаете, что есть огромное количество одежды, которые не устраивают всех окружающих. А все-таки не стоит забывать, что мы с вами живем в социальном мире, и самое важное в нашей жизни – это что? Вы там сказали быть счастливой, любовь? Что? Что я там слышу? Еще какие-то странные вещи, типа денег? Нет, 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 это все не важно. Самое важное – это нравится своим внешним видом всем окружающим. И ни в коем случае не носить то, что могут осудить. И в этом видео я расскажу вам, мои юные или не очень зрители, о том, какая одежда наиболее неприемлема с точки зрения общественного мнения. Поясная сумка. Тренд, который вернулся к нам спустя долгое отсутствие на рынке. Но покупать такую поясную сумку, даже если она кажется привлекательной, удобной, или вообще подходит вам под стиль, это, конечно же, полная фиаско. Давайте вообще разберем с вами, что такое поясная, блин, сумка. Вот представьте себе ситуацию. Купите вы себе эту поясную сумку, потратите свои собственные деньги, выйдите на улицу, дабы всех поразить своим чувством высокого стиля, высокого вкуса, а люди начнут передавать вам за проезд. Девушка, подождите. Возьмите за проезд, пожалуйста. Что? Какой проезд? Какой проезд? Если честно, то кажется, у меня только что появилась идея для стартапа. А ведь у меня даже нет смузи. Второй пункт. Одежда с логотипами брендов. Вот когда я сказала фразу «одежда с логотипами брендов», вы уже представили себе футболочку от Гуччи? Или, может быть, Трэшер? Или хит этого лета Фила? Я просто не понимаю людей, которые носят одежду с надписью брендов. Если честно, то меня даже отсутствие мобильного интернета вообще не так страшит, как страшат те люди, которые носят одежду с каким-либо текстом. Особенно, если там написан бренд. Мы все с вами прекрасно понимаем, что тот человек, который говорит, что ему это просто нравится, он, ну, во-первых, не имеет никакого вкуса. Во-вторых, он просто хочет показать, что у него есть деньги. И даже если это футболка с надписью «твоё», он, тем не менее, просто показывает нам, что у него хватило денег, дабы приобрести эту вещь. И вот он бахластается этим брендом. Ты знаешь, что истинные богачи никогда не ходят брендами наружу? Взять, например, звезду Фейсбука Марка Цукерберга или, например, ещё одного очень известного и богатого человека, такого как Билл Гейтс, вот они никогда не ходят брендами на показ. А вот если ты человек женского пола лет, например, 20 и просто хочешь купить себе какую-то несчастную футболку с какой-либо надписью бренда и говоришь при этом, что тебе она просто нравится, то знай, что мы тебе никто не поверим. Ведь, в-третьих, твоя одежда сразу же всем нам просто говорит, нет, она просто орёт, что ты приехала из колхоза солёная солюшка. А, то есть говоришь, что тебе правда просто одежда такая нравится? Ну да, да, я тебе, конечно же, верю, да, да, безусловно, тебе же это просто так нравится. Третий пункт. Старая немодная одежда. Давайте только будем вот сейчас с вами максимально откровенны. Наверняка каждый из вас когда-либо в своей жизни видел человека, который не первый раз надевал одну и ту же одежду. Но сейчас я научу вас, как общаться с такими людьми, потому что очень важно знать некоторые правила и некоторые нюансы в общении именно с такими персонажами, так как это вам неоднократно пригодится в жизни. Предположим, вы сейчас встретили человека, и вы понимаете, что эту одежду он уже несколько раз за этот месяц носил, а если несколько раз за этот год, то тем более. Итак, что же мы делаем? Мы в обязательном порядке интересуемся, почему он надел эту одежду. Скорее всего, данный человек скажет вам, что мне просто нравится эта футболка, но, дорогие мои друзья, не верьте ему. Скорее всего, у этого человека просто нет возможности купить что-то себе новое. Мне кажется, или у тебя эта футболка еще со времен школы осталась? Ну да, она мне нравится. Я, если честно, думаю, еще в ней пойти диплом защитить, а потом даже на работу выйти. Няш, ну, у тебя совсем нет денег, да? На, возьми, пожалуйста. На. Но это же орехи. Такие люди нуждаются в нашей помощи, в нашей поддержке более, чем все остальные. Помогайте им, как можете, и я настоятельно рекомендую вам начать помогать им уже сегодня. Например, вы можете кинуть этот полезный ролик своим друзьям, или просто предложить им грецких орехов. Четвертый пункт. Леггинсы. Очень опасная вещь в вашем гардеробе. Если можно было бы сравнить леггинсы с миром дикой природы, то леггинсы были бы медведем шатуном, только от мира моды. Медведь шатун – очень опасное животное, которое может грозить невообразимыми последствиями. Хотя, знаете, все-таки медведь шатун – это не всегда равно последствия. А вот леггинсы... Ой, а что происходит, собственно? Да говорят, что какая-то женщина в Леггинсах гулять вышла. Вот за ней и выехали. Эта женщина в Леггинсах гулять вышла. На Леггинсах гулять вышла. Следующий пункт – цветные волосы. Вы знаете, яркие волосы – это бич современного общества. И яркие волосы распространяются уже просто подобно какой-то эпидемии. И пора бы уже начать задуматься на тему того, как изготовить какую-то вакцину. Когда я смотрю на 12-летних детей, которых уже сейчас, в столь юном возрасте, эта зараза настигла, я думаю, пропащее поколение. Вижу я эту 12-летнюю девочку, которая заказала себе трессы с Алиэкспресса и носит их на заколкам по праздникам. И думаю, я фу, потраченное поколение. Но знаете, что еще хуже 12-летней девочки? Хуже только, когда 20-летняя женщина красит свои волосы в какой-либо цвет. Это ей уже далеко не по возрасту. Это ей уже далеко не по статусу. Ей бы пора уже выйти замуж и обзавестись в пузо жителям. Вот к чему должна стремиться каждая женщина. Но никак не красить свои волосы в 20 лет. Но, конечно же, самое страшное... Самое страшное, это когда 30-ти плюс летние красят волосы в яркие цвета. Здравствуйте, психиатрическая клиника «Внеземная белочка». Я вас внимательно слушаю. Алло, здравствуйте. А из вашей психбольницы случайно не сбегали? У нас сбегал один пациент. Опишите, пожалуйста, внешние признаки человека, которого вы подозреваете на диагноз. Да тут девушка одна лет 30 с голубыми волосами сидит. Да, это наш пациент. Пожалуйста, оставайтесь на своем месте. Ведите себя очень-очень-очень осторожно. Мы скоро будем. Все хорошо, да? Мне просто мама звонила. Так что вы рассказывали? Вот вы думаете, это был бы счастливый мир, если бы каждый человек мог делать то, что он хочет, не боясь агрести за это по голове? Нет, я скажу вам. Это самая настоящая антиутопия. И никакого счастья в мире, где каждый выражает себя, как он хочет, где каждый делает то, что он хочет. Это совершенно неприемлемая история. Нет, 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 нет. Это неприемлемо. Это категорически неприемлемо. И знаете почему? Да потому что мне и многим, между прочим, другим, это уже не нравится. Я очень надеюсь, что в отличие от видео, которое было выпущено, кстати, ровно год назад с ярким названием «Тупая современная мода», люди в этом видео поймут сарказм получше, чем в тот раз, и не будут мне писать, что я очень тупая, и почему я вообще запрещаю людям носить розовый цвет, когда я сама сижу в розовой футболке. Короче, я надеюсь, что вы правильно поняли это видео, ведь в этом видео я хотела объяснить вам, как странно и как нелепо выглядят комментарии и осуждения со стороны других людей в адрес тех людей, которым просто нравится носить то, что они носят. Я, как обычно, призываю вас делать всегда только то, что нравится именно вам. Никогда не слушайте общественное мнение, но слушайте его только в том случае, если вы сами сомневаетесь, оно вам надо или нет. Потому что, как вы видели в этом видео, все это выглядит достаточно нелепо. И на этом я с вами не прощаюсь, потому что, наверное, вы пойдете смотреть мое видео, которое было в том году. Если вы уже смотрели, я рекомендую посмотреть еще раз. Если вы еще не смотрели, то ссылка будет на него в описании. Подписывайтесь на мой канал, тык, включайте себе вновление о публикациях, тоже тык, и в инстаграмчике. Короче, я вас жду. И всем спасибо за просмотр. И всем пока. Или не пока. Ты же сказала не пока. И данное видео является пародией на так называемые антитренды, всевозможные топ-одежды, которые бесит, топ-одежды, которые всех раздражают, топ-одежды, которые наверняка не понравятся парню твоей мамы. Че? Нет. Маме твою парню. Давайте не путать понятия. Это очень важная ошибка.